Ну что же, а сейчас мы снова говорим о футболе, по сути, снова говорим о чемпионате, но немного переключаемся в сторону политики. Дело в том, что парламентская фракция партии «Союз-90», «Зеленая» в Бундестаге, Германии, сегодня, в день открытия чемпионата мира по футболу, запланировала внести на обслуждение парламента страны проект резолюции о катастрофической ситуации с правами человека в России. В документе говорится, в частности, о незаконном содержании под стражей многих политзаключенных, включая украинского режиссера Олега Сенцова, который, я напомню, голодает уже месяц. Подробнее об этом поговорим с моим коллегой, шефом Европейского бюро РТВА и Константином Гальденцвайгом. Он с нами на прямой связи. Костя, привет. И первый же вопрос. Все-таки внесли уже эту резолюцию или нет? Я так понимаю, были проблемы с этим? Да, Даша, она вот уже сейчас обсуждается. Обсуждается довольно долго, несмотря на то, что в Германии сегодня очень сложная внутриполитическая ситуация, едва не состоявшийся правительственный кризис. И тем не менее, не только зеленые, о которых ты уже говорил, но и свободные демократы, обе довольно крупные оппозиционные фракции, действительно внесли вот такой проект, такой резолюции. Говорится в ней не только о правах человека, но и о том, что во всем мире называется аннексией Крыма, и о военной интервенции России на Донбасс, и о поддержке режима Асада. И помимо Сенцова называются другие имена политзаключенных. Это и Сущенко, и правозащитник Аюб Титиев, и десятки фамилий, в том числе журналистов, заказчики убийств которых не были за время правления Владимира Путина установлены. И так далее, и так далее. Это большой довольно текст. Судя по тому, что мы слышим сейчас, потому что обсуждение идет в Бундестаге прямо в эти минуты, резолюцию действительно поддерживают зеленые, поддерживают свободные демократы, но остальные партии, большинство из них, хотя они согласны с критикой по всем этим пунктам, не готовы к тем жестким требованиям, о которых, собственно, и говорится в этой резолюции. А требования эти таковы, что члены немецкого правительства, включая канцлера Меркель, должны либо отказаться от посещения российских стадионов во время чемпионата мира, в том числе игр немецкой сборной, либо сделать так, чтобы эти поездки были увязаны с политическими дебатами, с обсуждением ситуации с правами человека, с попытками поддержки притесняемого гражданского общества в России, и так далее, и так далее. В общем, вероятность, что эта резолюция сегодня будет принята, не так уж высока, но, по крайней мере, сегодня вот этот час с лишним в Бундестаге, это такая лишняя возможность предоставить трибуну тем политикам, большинство из которых в правящих парламентских партиях придерживается крайне критического взгляда на происходящее в общественно-политической жизни России. Кость, ну, если можно, я тебя попрошу уточнить, по сути, подтвердить или, может быть, опровергнуть, ту мысль, с которой я начала, это ведь все не случайно, это не совпадение, я имею в виду то, что именно в день открытия чемпионата решили инициировать это обсуждение. Конечно, да. Вот мы говорили с одним из инициаторов этой резолюции, политиком от «Зеленой партии», специализирующимся на российских отношениях с Россией, Манулем Сарацином, и он отвергает какие-то упреки в спекуляциях на чемпионате мира, на спортивной риторике, на том, будто спорт и политику не стоит вмешивать. Конечно, именно сегодня, говорят инициаторы этой резолюции, важный, необходимый повод говорить о том, чтобы этот чемпионат мира, как объясняют сами авторы резолюции, не превратился в такую потемкинскую деревню, при помощи которой Россия подправляла бы свой имидж, а немецкие политики, которые собираются лететь в Россию. Например, Хорзий Хофер, глава МВД, который сказал, что он обязательно слетает на одну из игр немецкой сборной. Вот чтобы они, по версии авторов этой резолюции, не подыгрывали России в попытке подправить свой образ. Еще, если коротко, если ты можешь добавить что-то к вот этой реакции в Германии, как реагируют в других европейских странах? На официальном уровне, опять же, или на уровне отдельных структур? Есть что-то подобное? Ну, например, здесь сразу же приходит на ум Украина, где крайне негативно относится к чемпионату. Что у других стран? Ну и Украина, я прошу прощения, Украина тут не одинока. Сегодня же похожая резолюция обсуждалась и была принята, к слову, в отличие от Бундестага, в Европейском парламенте в Страсбурге. Там за жесткую по отношению к российской политике резолюции проголосовало подавляющее большинство депутатов Европейского парламента. Буквально накануне в Берлине у стен российского посольства, в частности, проходили акции протеста, пикеты защитников российского ЛГБТ-сообщества. А и сегодня, и вчера в Париже, в Берлине проходят акции протеста, не то пикеты, не то перформансы, не то футбольные матчи, такой на стыке жанров мероприятия, организация репортеров без границ, которые точно так же напоминают о том, что по статистике FIFA российская сборная находится на 70-м месте, но главное, это не это, заявляют они, а то, что по индексу свободы слова Россия опустилась на 148-е место. И сегодня об этом, несмотря на то, что это праздник футбола, тоже нужно помнить и говорить. Ну и слаконичнее всего выступил статистический французский журнал «Шарли Эбдони» безызвестный, который и вовсе в преддверии этого чемпионата мира по футболу, спекуляция это или оправданная критика, выпустил журнал с обложкой, на которой представлен Владимир Путин, въезжающий на футбольный матч на стадион на танке. Все это может показаться смешным и чрезмерным, но, например, не для немецкого журналиста Хаю Зеппельта, который как раз сегодня же по совпадению заявил о том, что он после долгих раздумий, несмотря на выданную им российскими властями визу, принял решение не лететь на чемпионат мира по футболу в связи с угрозой для его жизни, о которой ему прямо сказали немецкие спецслужбы и министр иностранных дел Хайку Масс, разговаривавший с журналистами немецкого канала АРД. Спасибо, Костя. На такой фон всему происходящему в Европе. Мой коллега Константин Гальденцвайк о политике и правозащитной тематике, которая сопровождает чемпионат мира по футболу в России. Тем временем в матче между Россией и Саудовской Аравией счет уже 2-0. Лидирует Россия. Будем следить. Субтитры создавал DimaTorzok